Вчера стартовала вторая групповая часть регулярного сезона звездной серии в дисциплине CSGO. Обновленный регламент лиги преподнес в этом сезоне более гибкий график матча, и профессиональные команды, которые пробились во второй групповый этап 12 сезона, принялись за свое любимое дело. Уже по традиции в игру вступили команды группы А, в которой состоят два французских коллектива Envy и Titan, шведские гранды из НИП и СНГ-представители HellRaisers. Вчера все зрители могли лицезреть французское дерби и один матч с участием HellRaisers. Французы Titan сложили свои игровые мышки перед своими соотечественниками 0-2 по картам, а вот в игре против HellRaisers Titan не упустили возможность выиграть и заработать очень важные очки в турнирную таблицу. Стартовали HellRaisers в этом матче очень прилично и уверенно, с учетом того, как проводят последние матчи Ашер, и их сверхуверенная игра на карте The Inferno против Titan была, можно сказать, сюрпризом для всех зрителей и фанатов. Победа 16-5 и отличный трамплин для уверенного счета 2-0 по картам, но нет, это мнение было ошибочным. Или выбор карт был крайне неудобным, или же французы не тот коллектив, который будет просто так сдаваться даже при счете 0-1. Но The Dust 2, который стал вторым игровым этапом в этом противостоянии, принес Ашер только разочарование. Французы стали доминировать на карте. В атакующей стороне Titan проводили раунды на одном дыхании. Их тактические заготовки приносили пользу, но при этом иногда микроситуации все же разрешались в пользу наших игроков. Однако подобные случаи были крайне редкими, и даже после смелы сторон схватиться за победу было очень сложно. Титаны додавили Ашер и свели матч к уже третьей карте, которой стал The Newk. Hellraiser, в отличие от своих соотечественников на Тус Линцер, The Newk играют, и могу вам сказать, что винрейт на этой карте у Ашер относительно неплохой. Поэтому легкой победы для Титан ждать не пришлось. Борьба, борьба и еще раз борьба. Вот, наверное, под таким лозунгом стоит охарактеризовать эту карту. Раунды проходили очень быстро, ведь динамика на этой карте не подразумевает под собой плавные и взвешенные стратегии. Ашер начали в атаке, однако вновь столкнулись с очень сильным давлением со стороны Титанов. Французы в защите действовали очень уверенно, и даже не столько командно, сколько индивидуально. Hellraiser в сложном положении пытались добиваться хотя бы минимального количества выигранных раундов, чтобы во второй половине зацепиться за победу, но, увы, даже после смены сторон этого сделать не получилось. 11-16, обидное поражение Ашер и упущенные очки во втором групповом этапе. Двухдневный марафон для четырех приглашенных команд под названием FPL Challenge завершен. Маленькая шведская победа с очень приличным призовым фондом. Вот такое название пришло на ум, смотря итоговые результаты этой мини-лиги. Fnatic оформляют одну из первых побед в 2015 году и зарабатывают первые 4900 долларов в общий зачет киберспортивного года. Сказать, что финальный раунд FPL Challenge прошел напряженно, это не сказать абсолютно ничего. Две карты завершились только в дополнительное время. Стоит обратить внимание на карту The Overpass. Совсем недавно компания Valve выпустила большое обновление, которое, по их мнению, должно было свести игру двух сторон к максимальному балансу. Пример двух команд Fnatic и Envy показывает, что сделать это им удалось на все 200% из 100 возможных. 23-25 вот такой вот счет был зафиксирован на табло встречи карты The Overpass между этими коллективами. Отбрасывая весь восторг этого действительно редкого счета, стоит сказать, что сама игра была крайне интересна. Тактические наработки команды показывали очень симпатично и действительно было, что перенять начинающим игрокам и командам. Игра получилась очень равная, оба состава показывали напряженный каунтер-страйк и не хотели отдавать даже пиксель своих позиций. Вначале французы захватили инициативу и повели в счете аж 8-1. Это очень успешное начало против такого действительно сложного соперника. В атаке все вроде бы складывалось, но затем шведы стали перестраиваться и вот такие вот моменты, какие вы сейчас видите на своих экранах, стали появляться все чаще и чаще. Однако первая половина закончилась 11-4 в пользу Envy. После смены сторон Fnatic принялись распутывать клубок проблем, которые создали им французы и получилось у них это просто на отлично. В атаке все стало получаться. Да, Envy смогли взять пару раундов и даже первыми заработали два матчпоинта, но Fnatic догнали своих соперников и за дело принялись овертаймы, чтобы выявить чемпиона. Дополнительные раунды проходили абсолютно в аналогичном темпе, что и сам матч. Многие команды пытались заставить друг друга ошибаться и разворачивать эти ошибки именно в свою пользу. Но в таких моментах, дорогие друзья, очень часто игру решает именно удача и в ключевом моменте без нее не обошлось. 25-23 победа команды Fnatic. Русская команда под названием Питер получила слот на закрытые отборочные. Благодаря успешной игре в квалификации в полуфинале был повержен белорусский состав ГГВП, а в финале без особых проблем Питер разобрался также с коллективом из России iSports. Однако из-за проблем с визами, двое игроков команды не смогут поехать на последний шанс попасть на финал и с L1 Катовице. На помощь прибыли двое опытнейших киберспортивных волков Алексей Поливанов, он же Юбик, и Дмитрий Богданов, более известный под ником Хуч. К сожалению, после подобных замен ожидать успешного выступления команды Питер не придется. Все потому, что даже сильнейшие коллективы, выступая с вынужденными заменами, очень часто проигрывают важные матчи. В нашем случае будем откровенны, команда среднего уровня, а группа, в которую попали россияне, крайне сложная и очень сильная. Однако болельщикам не стоит нывать, ведь киберспортивное чудо никто не отменял. Возвращение на киберспортивную арену это не сенсация и не сюрприз, это скорее закономерность, которая не отпускает ведущих в прошлом игроков в различных дисциплинах. Практика показывает, что возвращаются в киберспорт даже те, про кого уже все давным-давно забыли. Но датский киберспортсмен в прошлом профессионал с большой буквы легенда. Counter-Strike 1.6 версии Оливер Майнед возвращается в большой КС. В далеком 2011 году Оливер принял решение повесить мышь на гвоздь и уйти на заслуженный отдых. Но как он сам говорит, с выходом к СГО он получал ряд предложений о возобновлении своей карьеры. И вот очередное предложение от его старых друзей, которые также выступали в 1.6, все же заставило ветерана возобновить карьеру в новой для себя игре. Ждет ли Оливера такая же судьба в КСГО, как Колона, или же он будет самым успешным возвращением в истории новой версии шутера? Ответить на этот вопрос сможет только время. А пока дорогие друзья, на этом все. Играйте, выигрывайте. Всем отличных выходных! Субтитры сделал DimaTorzok